подобно тому как иногда алкоголиков все равно тянет выпить несмотря на то что им объясняют не надо пить козленочком будешь наркоманов тянет по их делу им также объясняют не надо там вообще червем каким-то унылым будешь но они такие все равно хотя потом сами понимают что это зло ну и курящие также сама вот так и секта свидетелей отсутствие рюрика и я объясняю что по всем данным которые можно изучать рюрик был есть приблизительное представление о его родне в среде норвежских и датских и западнославянских в общем-то правителей это что рюрик родился скорее всего родился именно на территории ну скажем так западной европы северо-западной европы это ничуть не умаляет древность истории украины наоборот это свидетельствует о широких международных связях и контактах поскольку а тут не вопрос что тогдашняя украина то есть русь попросила себе правителя из не пойми откуда во какого-то совершенно чуждого совершенно такого знаете ли вообще вообще другого просто попросили ну кто-нибудь ну правьте нами ну вот нам так плохо самим сами собой ничего сделать не можем несмотря на то что московицкая историческая трактовка иногда и пыталась это дело так вытрактовать но ситуация была другой русь украина сформировала мощную государственность о мощной государственности свидетельствует хотя бы то что когда олег а позднее игорь посылали своих послов в константинополь они не посылали туда двух-трех человек а они посылали посла от князя посла от другого князя посла вот еще кого-то посла вот еще кого-то там уже шло разделение соответственно на великого князя и его семью на светлых князей на просто князей на светлых бояр на просто бояр вообще вот эта тема с так сказать светлыми это прямая по сути дела раксарьянская тема расколанская тема раксаланская тема как бы ее не называть дело в том что именно раксаланией раксарьяний расколанией называлась украина до того как стала называться русью называлась украина в конце времен до нынешней эры в начале нынешней эры чуть ранее до этого она еще называлась сарматией еще ранее до этого называлась скитий скифий еще ранее называлась кемей А еще ранее у шумеров в индийских текстах Украина называлась Бхаратой, Ратой или Арратой. И, в общем-то, уже приблизительно около X века нынешней эры арабы будут фиксировать, в принципе, на территории Украины то же самое название Аррата, Аратания, которое фиксировали далекие их предки, если их можно так назвать, шумеры, на территории расселения трипольской культуры. А европейцы, вторя шумером, еще долго будут называть Украину рутенией, в чем видится совмещение звучания слова Русь-Русиния и древнего термина Рата-Ратания. Поэтому, как бы, история Украины весьма древняя и весьма обширная. И именно ввиду обширности расселения, собственно, представителей правящей династии, случилось так, что какие-то выселки были и на территории нынешней Польши, и на территории нынешней Германии, и были обширные династические связи с правителями других стран. И что в этом удивительного, что в этом плохого, если так случилось, что на некотором историческом периоде, когда вследствие хазарских поползновений против Киева, и вследствие того, что, в общем-то, северные колонии Киева не могли сами как-то собой управлять, и Киеву не особо хотели подчиняться, который сам, как бы, фактически под хазарами, по крайней мере, частично. И все это было достаточно так странно и спорно. И чтобы между собой долго и нудно не бороться за власть и не выяснять, кто из них под аварами, кто из них под хазарами, кто из них уже принял крещение, кто из них в какой-то дружбе с варягами, а кто, наоборот, против варягов. И что, хорошо быть в дружбе с варягами, потому что это торговля, потому что это войско, потому что это международные связи? Или плохо быть с варягами, потому что варяги иногда грабят и, в общем-то, убивают? Хорошо, если кто-то из тогдашней элиты Киевской Руси уже крещен в христианство? Это типа как бы новое, это типа сейчас так модно, или, наоборот, это плохо. Это предательство родной веры, родных обычаев, по сути дела, предательство себя, своей Родины и всего святого. А, например, так сказать, залегание под хазарский каганат. Ну, или же можно назвать это по-другому. Обширное сотрудничество и взаимоинтеграция с, так сказать, старшим партнером, хазарским каганатом. Это плохо или хорошо? Можно ссылаться на то, что хазарский каганат, в общем-то, на 80% населен теми же славянами. Единственное, что у него войско несколько тюркское, и единственное, что у него верхушка исповедует иудаизм. Ну, в общем-то, а в остальном как бы братский народ. А что сделать с аварами и так далее. То есть, в тогдашней Руси была куча вопросов, которую могли поставить друг другу разные тогдашние династии, разные тогдашние кланы. И если бы они все эти вопросы друг к другу ставили, если бы они тогда друг с другом разбирались, ничего бы хорошего не было бы. Когда они призвали, так сказать, компромиссную фигуру, но того, кто имеет все династические регалии, Больше того, того, кто смог, в общем-то, на своей территории максимально сильно прославиться, максимально показать свою качественность, показать, что он, великий князь Рюрик, малыми усилиями, малым воинством может разбирать, разбивать точнее, крупные армии западноевропейских монархий. Так, соответственно, возникает понимание, что, а что тогда он сможет сделать во главе всех ресурсов Киева и его государств, сателлитов, соответственно, таким, каким и предполагается, что был, в частности, тот же самый Новгород. Если он был, ну или, по крайней мере, условно представим, что на месте Новгорода или где-то в той местности был какой-то другой город, куда там Рюрик, возможно, заходил. И то это не точно. То есть, призвать Рюрика было вполне логично, призвать Рюрика было вполне полезно, призвать Рюрика было вполне законно. Поскольку, если вы ознакомитесь еще с темой гуннской империи и расстеление славян, которое в официальной исторической трактовке трактуется как вторжение неких мифологических гуннов, и, соответственно, то, что эти гунны, вот такие азиатские азиаты, боролись с европейскими европейцами, если выкинуть этот ничем не обоснованный миф и понимать, что тогда славяне воевали против Рима и фактически своей кровью, своими усилиями добывали себе территории для расселения, территории, которые сразу же и заселялись в большинстве случаев. И, в частности, шли выселки тех же самых Раскалан-Раксарьянов, шли выселки и на территорию Западной Европы. И, в общем-то, вплоть до Скандинавии. От Болгарии до Скандинавии шли выселки с территории Руси. Поэтому, так сказать, что тут удивляться, что, соответственно, и княжеская династия дробилась, и Рюрик был потомком одного из осколков. Да еще и непростого осколка, а того осколка, который имел, в частности, происхождение и регалии от боспорских царей. Это тот факт, на что позднее ссылался Грозный, когда говорил, что он является потомком Рюрика, что, кстати, вообще ни разу не факт, но, допустим, даже если это не пытаться опровергнуть, а признать, что вот эти, так сказать, московские, вроде как на 3% Рюриковичи, реально имели какое-то отношение к Рюриковичам. Даже если это принять, то все равно. Это никак не опровергает то, что при Грозном его монахи нашли, еще точнее, это началось при его предках, они нашли или какие-то родовые сказания Рюриковичей, или, соответственно, какие-то тексты христианских монахов, где было упомянуто о том, что предки Рюрика происходили с южных земель, что они переселились на Балтику за 14 поколений до Рюрика, и что начально все это происходит от некого человека, который был братом Августа Кесаря. В реальной истории, если искать какого-то правителя наших территорий, который был братом Августа Кесаря, есть только один князь, боспорский царь Аспорук, который прошел юридическое как бы убратерение, то есть юридически был назван братом римскому императору Тиберию. И от этого Тиберия дальнейшая династия боспорских царей, династия Саврамата Верхескопородов, получила дополнительное родовое название, как династия Тибериев-Юлиев. И больше того, самого Ивана Грозного, его родители назвали Тит Смарагд Иоанн Рюрик. То есть не просто Иван Грозный, а Тит Смарагд Иоанн Рюрик. Рюрик, понятно, это отсылка к Рюрику, Тит это некая такая обобщенная отсылка к Риму. А вот что такое Смарагд Иоанн? Смарагд Иоанн является ничем иным, как разделенной версией имени Смарагдан, имени предка еще археонактидов, то есть тех, кто, в отличие уже от рхескупаридов, правителей Боспора, археонактиды не просто правили в Боспоре, они создали Боспор. То, что родители Ивана Грозного могли делать такие отсылки к истории Боспора, что они вообще видели какие-то буквы, обозначающие того же самого Смарагдана, доказывает, что, в общем-то, у христианских монахов при их дворе были какие-то источники. Может быть, они как-то с Византии что-то брали, может, нет, я не знаю, то уж, так сказать, не ко мне вопрос. Но из ниоткуда на московских болотах имя Смарагдан появиться не могло. К тому же, отсылка в крестильном имени Ивана Грозного вполне ясная. Там идет отсылка и к Риму, и к Боспору, и к Рюриковичам. То есть, он пытался себе приписать регалии всех тех династий, в общем-то, с которыми он имел вроде как теоретически, по крайней мере, в фантазии его родителей, какую-то связь. Но, все равно, если могли копать аж так далеко до Археонактидов, то, по крайней мере, сохранять память о том, что Рюрик был, и его звали именно Рюрик, уж точно могли. Не нужно считать наших предков какими-то, я не знаю, слабоумными, чтобы они, соответственно, за пару столетий забыли, кто был, в общем-то, основателем династии Рюриковичей. Дальше. Мне говорят. А вот, соответственно, как бы, нет ни одного факта, чтобы Святослав или Владимир называли себя Рюриковичами. Ну, нету. Согласен. Нету ни одного сохранившегося общепризнанного источника, где бы они себя так называли. Согласен. Ну, и что? Ведь все равно, как бы, по тем же летописям, вот по той же повести временных лет, с которой вообще идет, как бы, отсчет истории Руси, именно с которой люди узнают про существование того же самого Светольда Свинельда, с которой люди узнают про существование Ярополка, Святополка и многих других князей. Там упомянут Рюрик. Больше того, если в случае с какими-то князьями, которые были всего лишь чьими-то братьями, которые в истории Руси не особо, как бы, были и при делах, то там можно предполагать, что, может быть, монах что-то ошибся, может, не ошибся, может, что-то не то переписал, то допустить ошибку с таким важным, краеугольным действующим лицом, как Рюрик, не старлетописец точно не мог. Ну, то есть, это все равно, как, допустим, сказать, что мир создан, там, не знаю, и не Богом, и не сатаной, а, не знаю, какой-нибудь черепахой, которая ползла мимо, мимо Адама, пока и Егова у него ребро доставал. Христиане, в принципе, хороши тем, что генеалогии они более-менее могут нормально записывать и последовательно. Во многом, потому что само Евангелие начинается всей этой историей, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаковеуду и братьев его, и если почитать всю эту историю, тянущуюся на несколько страниц, можно уснуть от нудности ее. Но не в этом дело. Дело в том, что половина Библии это история в стиле Авраам родил Исаака. И для христиан это принципиально. Это, в общем-то, принципиально и для последователей физической традиции. Это может быть не принципиально, разве что, в общем-то, для современных трактователей. Кстати, вот сейчас тема относительно того, что вроде как Рюрика не было набирает популярность в Украине, но придумана эта бредовая тема была также на московских болотах. Потому что, где стоит теперь наш Киев, там была сама гора, жив там перша, кейс, хорием, шек, талибы, тих сестра, над самым Днепром, на горах, огородженный, избу Киев, ровом, муром и валамы, Киев, вырис и русцвив, как сказано в стихе Александра Олеся. Я бы мог бы к этому дописать, а, соответственно, пока все это происходило с Киевом, где стоит теперь Москва, жаба квакала. Ква! 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 И поэтому, сколь там история такая достаточно унылая, с квакывающими жабами, с мошквой, которая летает над этими жабами, то, в общем-то, им всегда нравится историю как-нибудь поурезать. Чего стоит хотя бы Фоменко с Носовским, которые вообще говорят, что история это всего лишь максимум 500 лет, ну ладно, максимум 1000 лет. У них и Древний Египет, и Древняя Русь, и все это было вперемешку, и, соответственно, вообще там ад в новой хронологии Фоменко и Носовского. И вот эта тема с тем, что древние, как бы, князья, надо их как-то откинуть, надо их как-то унизить, это тоже то, что родилось там, где жаба делала кваква, пока Киев на холмах над Днепром рос и расцветал. Потому что Киев рос и расцветал, потому что выходцы из Киева поселялись и в Европе, входили в связь и с, соответственно, западноевропейскими династиями. Там далеким потомком Руси и Украины был Рюрик, который, в общем-то, в определенный исторический период стал достаточно известным конунгом Рюриком, которого там почитали. В общем, я вот кратко скажу, я мог бы сейчас перечислить Википедию, я это когда-то сделаю. Я вам, дорогесеньки, зачитаю Википедию, ищу какую-нибудь Шмикипедию. Не в этом дело, мне не сложно. Источники есть, я могу зачитать как специализированные, там, где вы нифига не поймете, так и вот этот фастфуд, который называется Википедией, который, так сказать, из ниоткуда в никуда, но это в среднем, среднестатистические ваши, так сказать, знания, даже как бы знания лучших, наверное, из нынешних людей, потому что большинство людей как бы Википедию не особо изучает, не говоря уже о каких-то реальных исторических трудах. Я вот, чтобы изучить гумский вопрос, перечитал и Йордана, и Амиана Марцелина, и Приска Панийского, и еще с десяток римских авторов. Даже таких, как Олимпиодер, которого мало кто вообще сейчас хочет как-то изучать. Но я это перечитал, чтобы приблизительно понять, что же такое гуны, и я это в соответствующих видео рассказываю. Вам же, ребятки, могу и так углубиться, а могу и Википедию зачитать. Почему бы нет? Но вы можете и сами поинтересоваться. Соответственно, даже если вы откроете Википедию, там так и будет рассматриваться, что вот Рюрик, вот, соответственно, так сказать, Конунг Рюрик. И вот, этот Конунг Рюрик активно действует на территории Западной Европы, активно действует, активно действует, потом там он куда-то пропадает. И о чудо! На Руси появляется легендарный Рюрик, которого по верованиям секты свидетелей отсутствия Рюрика никогда не существовало. Так вот, этого Рюрика, которого никогда не существовало, его еще никогда не существовало на территории Западной Европы. Ну, он там так никогда не существовал, что его там все знали и уважали. И поэтому, когда Русь призывала Рюрика, они призывали не пойми кого, а они призывали человека, который был весьма, весьма известный в свое время, известный и некоторыми инновационными решениями в плане ведения как сухопутной, так и морской войны, известного и тем, в общем-то, как он повергал христианских разных деятелей. Еще можно отметить такой интересный нюанс, что к временам прихода Рюрика на Русь уже чуть ли не половина викингов были христианами. Да, и на Руси христианства было больше, чем дофига. Больше, чем дофига, поскольку к нам во-первых, чуть ли не с первого века лезли разнообразные христианские проповедники. Я сейчас не буду утверждать, что легенда о Андреи правдива и лично сам Андрей первозванный пришел и воздвигнул крест на киевских горах и сказал, что там будет Киев. Это легенда, которая легендарна и которая бредова, поскольку согласно знаниям рахманской традиции на момент гипотетического прихода Андрея на территорию Киева самому Киеву должно было уже быть ну лет этак четыре тысячи. И тут приходит Андрей и такой ставит крест и говорит, тут у вас будет город. Ну, учитывая, что Киев был амфиктионием, как бы и такое могло бы быть. Он типа пришел рядом к другим киевским городам и напророчил, что там появится еще один город. Пророчество великолепно. Это как напророчить днем, что скоро будет вечер. Хотя как бы вроде как после каждого дня наступает вечер. И так же самое возле других крупных городов иногда появляются еще города. Поэтому Андрей вполне мог бы или не Андрей, другой какой-нибудь Андрей, последователь того Андрея. Или вообще не важно кто, но так или иначе, какой-нибудь христианский деятель вполне мог такое напророчить. Но если отрешиться от темы легенд, и говорить о реальности, то и на территории Беспорского царства христиан уже было полно. И на территории Ольвии Херсонеса христиане были с первых веков. И пока в Римах происходили гонения на христиан, не такие сильные, как христиане это рассказывают, и в основном потому, что христиане сами брекались и на всех соответственно нападали и говорили вы сатаны, а потом на других нападают и говорят да нет, вы сатаны, и вот вы сатаны, и вообще вы все сатаны, а мы неправильные, потому что мы от Христа, и вы все в аду будете гореть, а мы будем в раю кайфовать с нашим Христом. и поэтому как бы все такие на них посмотрели и такие ребятки, ну, как сказать, с вами наверное что-то не то. А в принципе для ведической традиции, которая была на территории Украины и для торгелейской веры Боспора даже такие выборки христиан были достаточно как бы ну, так что наше жречество на это смотрело по принципу доктор на больных не обижается. Ну, вот есть там какие-то эти, ну, считают, ну, фиг с ними. Главное, чтобы они себе мирно сидели, никого там особо сильно не крестили, так сказать, и пусть это самое. И ввиду того, что тут к ним было такое отношение, то именно на Русь ну, хотя Руси еще в первых веках нынешней эры не было, Русь уже будет так называться где-то с века восьмого, но неважно. Условно говоря, можно говорить и на Украину, подразумевая в этом плане территории Украины, как бы отчасти и в Украину, подразумевая соответственно тогдашнее сообщество славян проживающих на этих территориях. В общем-то и так и это христиане к нам проникали и поскольку они видели, что тут их не особо гнобят, ну, точнее, вообще не гнобят, не трогают, даже их какие-то выборки терпят, то на нашей территории бежали христиане от каждого чиха в своей Византии. Там начиналось иконоборчество, вырезание тех, кто верит в то, что Иисус это всего лишь человек, вырезание тех, кто верит, что Иисус это и есть сам Бог, вырезание тех, кто не верит в Святого Духа, вырезание тех, кто верит, что Святой Дух более важен, чем другие два субъекта Троицы. Вот эти все теологические споры, которые одновременно были и политическими спорами, потому что теологическую причину там разные византийские императоры использовали для того, чтобы уничтожать оппозицию, а оппозиция иногда использовала другие теологические так сказать штуки для того, чтобы сбросить тогдашнего византийского императора и самим залезть на трон. И вот как только новую партию кого-то там в Византии режут, часть этих бежит на Русь и такая ну как бы это мы тут у вас поживем типа а их братья христиане говорят так тут ребята нормальные вы их не сильно задалбываете просто сидите себе вот как мы сидим и сидите и вас никто не тронет и они такие о ну ладно к тому же когда хазарский каганат принял иудаизм это еще сильней так сказать приблизило все эти темы к нашей территории кроме того когда еще начал появляться ислам и соответственно ислам уже начал проникать вообще в Азию и позднее даже в Суждальщину все это также наклоняло значительную часть народа населения в сторону христианства я все это сейчас перечислил лишь потому что в отличии от огромного количества викингов в отличии от огромного количества жителей тогдашней Руси Украины и соответственно тех кто проживали на территории Польши тех кто проживали на территории условной Венгрии и так дальше в отличии от этих всех которые тогда уже ну если в их государствах и не было провозглашено типа крещения то все равно там уже очень много кто был крещен в отличии от этих всех Рюрик и вот та соответственно знать на которую он опирался это были именно последователи ведической традиции это были именно не христиане хотя какая-то часть христиан была и в окружении Рюрика но там во-первых они также были далеко не популярных христианских течений а каких-то уже весьма весьма таких отчасти даже забытых ну а также они не навязывали это христианство и в общем-то они не играли никакой такой существенной роли они просто были за свои качества им было сохранено право веровать в то что им хочется но сам Рюрик и основная определяющая политику знать которая была при нем придерживались именно ведической вере или тому что сейчас называется язычеством и это зафиксировано как за так сказать конунгом Рориком которого называют кровавым которого называют язвой христианства которого там еще пообзывали и поназывали целым рядом эпитетов проявляющим то как в общем-то он к этой всей теме относился и это также зафиксировано за в общем-то князьями от того же Рюрика до Ярополка собственно уже в самой Руси тут из этого есть некоторое такое исключение дело в том что по западным источникам Рорик под старость уже типа принял христианство но как бы даже западные источники сходятся на том что вероятнее всего он его не принимал а если что-то такое и имело место то это было чисто фейковое принятие в общем-то такое же фейковое принятие было и у княгини Ольги которая хоть и ездила в Константинополь чтобы там креститься у византийского начальника но там он еще к ней сватался и такой что а как бы это самое она ему говорит я не против креститься только сам вот крести меня тогда так сказать крещусь ну и он такой да без проблем сейчас позвал этого своего патриарха крестят там она такая стоит слушает весь этот самый всю тумбаюмбу которую над ней там производят потом говорит ну там подари что-нибудь там это набрала кучу подарков а он ей говорит ну все как бы так сказать ты уже крещеная давай так сказать бракосочетание и тут она ему говорит стоп так ты ж мне типа крестный отец а у вас вот христос там против чтобы отец с дочерью нельзя все уже до свидания так сказать и он понял что его послали очень так дипломатично и говорит ну ладно ладно ну только это слышь слушай я сейчас вот тебе свои всякой фигни надарю но ты когда там в Русь прибудешь ты оттуда мне там тоже что-нибудь пошли хорошее она такая да пошлю пошлю приезжает уже собственно в Киев тот этот самый пишет посылает своего гонца значит пишет что ну где ж твои дары а она ему говорит ты сначала постой у меня тут в речке полдня а потом я тебе может что-нибудь подарю то есть как бы это вообще показывает то что книгини Ольги хоть ее и воспринимают как такую супер христианку которая крестила Руси все дела но для нее это было больше важно так сказать в политико интригантских целях во взаимоотношениях с так сказать византийским императором а не в плане того чтобы уверовать в Христа потому что если бы она реально уфанатела и уверовала бы в Христа она бы такая ой папочка мой крестный ой ты же меня так крестил ой сейчас тебе всю Русь отправлю вот уже Русь к Византии присоединяю да во имя Христа да там все дела и так дальше но такого помешательства за ней по крайней мере в молодости не замечено может быть под старость бабка уже и двинулась мозгами и Владимира так сказать двинула вслед за своими двинутыми мозгами может быть не знаю но по молодости даже по зрелости она вела вполне мудрую политику и к крещению отнеслась именно как способу отшить византийского так сказать ухажера своего и все поэтому в принципе может быть какой-то прототип данного действия был еще и у Рюрика когда он типа какого-то попа может быть позвал и так сказать протянул его сторону меч и сказал скажи там этим своим что ты меня крестил и так сказать может голову свою на плечах унесешь и этот такой да-да я его крестил он уже верует верует все можно идти и пошел себе там может быть это не факт но конечно же дальше уже летописцы будут все это очень сильно переиначивать но даже после так сказать принятия христианства даже после Владимира так сказать крещение от Византии не мешало некоторым нашим князьям воевать в той же самой Византии не мешало а как бы христианство ну как бы наверное да но как бы и фиг с ним по большому счету потому что Русь Руссию и даже христианская религия на Руси она была несколько все-таки прередактирована к Руси если возьмем повесть временных лет то поначалу русской верой называется в общем-то ведическая вера Руси а потом также самая русская верой называется уже вариация христианства для Руси и все это тоже важные нюансы которые да ни один из этих нюансов напрямую не доказывает существование Рюрика я больше того скажу доказать существование Рюрика невозможно как невозможно доказать существование Владимира невозможно доказать существование Святослава невозможно доказать существование даже Наполеона или Гитлера Как? Да потому что. А что есть доказательства? Если в нашем мире, когда есть интернет, когда любой человек, даже если он, не знаю, ребёнок алкоголиков, которые его не вводили в школу, а заставляли сдавать бутылки и покупать им, так сказать, новые бутылки, только уже заполненные. Всё равно вырасти как-нибудь, не знаю, работая каким-нибудь дворником, даже этот, так сказать, современный Маугли может купить себе какой-нибудь планшет и заходить в интернет и там самообразовываться. По идее, сейчас, в 21 веке, людей, верующих в плоскую землю, по здравой логике, вообще не должно было бы быть. Но они есть, потому что они говорят, что всё подделали кто-то там, рептилоиды, анунаки, анухряки, я не знаю. У каждого свои бредни, но так или иначе. Они в это веруют. И им невозможно доказать, что Земля не плоская, потому что если я им приведу снимки из космоса, они скажут, их подделали. Если я им приведу математические расчёты, они скажут, а мы не понимаем, может это так, может это не так. И в конце концов, это всё равно лишь формула, написанная на бумаге. Ну, кроме того, и я не являюсь настолько каким-то качественным физиком-математиком, чтобы разжёвывать им все вот эти подробности. То есть, по идее, я тогда скажу им, идите, смотрите, как там вам объясняют. А не скажут, а почему мы должны верить им? А почему мы должны верить тебе? А почему мы должны верить Копернику? А почему мы должны верить Дарвину? А почему мы должны верить Юрию Гагарину? И вот так начинается тема, что почему мы вообще кому-либо должны верить? И это очень сложный вопрос. Это вопрос, который вообще лежит за гранью изучения истории как таковой. Это вопрос, который частично даже поднимается в философии от Пхаравадгиты и Декарта до, соответственно, Матрицы, где поднимается тема, как понять, что есть реальность, и как вообще можно быть уверенным, что, так сказать, окружающий мир реален. И как бы данная тема может и углубляться настолько далеко, чтобы ставить под сомнение вообще весь мир, а может, соответственно, выборочно направляться исключительно на то, на что человеку как бы хочется, чтобы этого типа не было. Вот, Украина существует. И в отношении Украины, сами же московиты на протяжении столетий отмечали, что Украина есть. Московитские историки, московитские разные деятели отмечали, что Украина – это, в общем-то, наследница Руси. Отмечали, что, в общем-то, украинский, как они еще иногда писали, малорусский язык – это и есть фактически язык Киевской Руси. И так далее, и тому подобное. Все они это знали, все они это – это самое. У Украины, у Руси была формулировка выражения, как бы, на Украину, как на территорию Украины. Была формулировка в Украину, как, соответственно, в сообщество, в этнокультурную среду Украины. То есть, и, в общем-то, так же самое со словом «Русь». И еще формулировка «на Русь», «на Украину» часто в древности имела не уничижительную подоснову, а наоборот. На Руси, на свету, на белом свете, в былинах, в разных других таких источниках. Это подчеркивает, как бы, это подчеркивает некоторое такое превосходящее состояние Руси по отношению к каким-либо закуточкам всяких других стран. Ну, в сознании Руси, снова же, Русь – это центр, а все остальное – это какие-то закуточки, какая-то периферия. В общем-то, в сознании греков все то же самое. Греция, точнее, Эгейское море, по обе стороны которого располагались поселения греков – это центр мира, а все остальное – какие-то закуточки. Если посмотрите те карты, которые я приводил в, соответственно, материалах про гуннов, про некий фейк под названием «Азиатская страна кочевников Юебань» и так далее, там я эти карты показываю. Карта Дионисия Перегета и всяких других греческих деятелей. Для них так же самое – Греция – центр мира, все остальное – периферия. И у греков, там мифологических царей вообще очень много. От Юлия Цезаря нам дошло намного меньше сведений, чем, соответственно, от Рюрика. Потому что Рюрик все-таки был позже и, так сказать, корни были более живые, по которым Нестор летописец писал свою летопись. Да, типа кто-то скажет, что, соответственно, сохранились и тексты, которые писал Цезарь и все остальное. А я скажу так, да не так. Потому что не сохранилось ни одного оригинала, собственно, рукописей, написанных рукой Цезаря. И не сохранилось ни одного оригинала текстов, которые писали, в общем-то, очевидцы событий времен Цезаря и ближайших столетий после него. А, соответственно, те какие-то первоисточники, которые без существенных переписок сохранились, они, в общем-то, отстоят от Цезаря на пять столетий, иногда и того больше. А первые летописные упоминания о Рюрике, они все-таки чуть ближе. Ну, хотя тут тоже проблема, что повесть временных лет не сохранилась в первоисточнике. И, в общем-то, тоже проблема с тем, что можно все поставить под сомнение. Ну, так понимаете, все можно подставить под сомнение. И нет смысла Рюрика именно выборочно ставить под сомнение, потому что, видите ли, кажется, что лучше его откинуть и начинать, так сказать, с Игоря. А кто-то скажет, а нет, а начнем с Владимира, потому что те все были зелими язичниками, а Владимирчик был таким хорошеньким, крещененьким. Ничего, что он братьев своих перерезал, ничего, что, в общем-то, он и гарем имел, и все дела. Ну, как бы он крещененький, и ему можно, а то все злые язичники, они пляхие, они не крещеные. А московиты, наверное, хотели бы вообще сказать, что всех трех князей не было, а первый это, соответственно, у них какой-нибудь Боголюбский. Потому что Боголюбского они более-менее могут пришить к своей истории. А вот Рюрик, а вот Олег, Игорь, Святослав, Владимир и все эти, они к Москве отношения, в общем-то, имеют такое, что практически никакое. Поэтому московиты и, в общем-то, еще в 50-е годы этот Уваров выдвинул идею относительно того, что Рюрик являлся мифологическим предком Эпонимом, что это все взято из славянской мифологии, и что такого никогда не было. И вот те, кто считают себя сейчас, так сказать, здравомыслящими и поднимают тему с тем, что Рюрика не было, они, в общем-то, вторят московиту, коммунисту, который, соответственно, эту тему и поднял. Потому что московитам хотелось бы, чтобы мы отказались от своих знаний о династиях, о истории. Им хотелось бы потом и Новгород куда-то деть. Это тоже не очень удобная страница, связанная с ними, истории. Им было бы удобнее начинать свою историю от Боголюбского. Но это бред. Историю нельзя начинать с тех мест и смотреть на нее исключительно в том разрезе, в котором она кому-то удобна. Как написано в Овесте, «Истина – лучшее благо». Относительно реальности Рюрика объективно существует не меньше свидетельств, чем относительно реальности того же, ну, например, Олега или Игоря. Собственно, какие есть доказательства, что Игорь существовал? Какие? Где эти доказательства? То, что он упомянут в «Повести временных лет», ну, так и его отец упомянут в «Повести временных лет». Скажете, ну, он ходил на Константинополь? Ну, ходил. А Рюрик, соответственно, был призван править этими территориями. Что для Руси важнее – поход на Константинополь или судьбоносное призвание правителя? Больше того, о Игоре нету столько свидетельств в западных источниках, как о Рорике. Иногда его называют Рориком Ютландским. В других текстах его еще и называли Эриком Кровавым. Но вот сейчас я посмотрел последние вариации статей в Википедии. Там Эрика Кровавого нету. Там есть такое понятие, как Эрик Кровавая Секира. А Эрик Кровавая Секира – это уже совершенно другой деятель. Видимо, надо будет посмотреть, в каких именно сагах Эрик Кровавый упомянут, и потом, возможно, или внести это в Википедию, или, по крайней мере, опубликовать на канале. Если кто хочет раньше меня это сделать, как бы, в общем-то, любой, тот, кто пытается также исследовать историю, может, и было бы хорошо, чтобы делал иногда свои какие-то осмысления по исторической теме, и можете публиковать, можете писать их в текстовом варианте, можете видео делать. Все, как бы, это можно и нужно делать. Историю нужно исследовать. Московицкую, коммунистическую, ранее еще романовскую, ордынскую и прочие вот эти наслоения лжи, которые стремятся похоронить нашу древнюю историю, надо раскопать и развеять. Чтобы, соответственно, открыть подлинно древнее, монументальное прошлое Руси, Украины. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...